Малышку на девятом дне жизни снимают все местные папарацци. Месяц назад ее родители, собрав все самое необходимое, бежали из зоны военных действий. Из родного Лисичанска они приехали в Муром, к свекрови. И теперь уверенно сделали это вовремя. Сегодня ночью в Лисичанск вошла нацгвардия. Местные жители в панике покидают обстрелянный город. Правда, месяц назад люди еще верили, что до них война не дойдет. Стрельба за городом еще была. В городе еще было спокойно. Ну как, паника именно, вот люди в магазинах, вот паника. А так вот, в городе было самое спокойное. Конечно страшно. Страшно было в основном за ребенка. Как-то не так за себя, а именно. Лишние нервы сделали свое дело. Лили родилась недоношенной на 34-й неделе. Ее жизнь вне опасности, но весит малышка всего 2 кило. Главная задача врачей – помочь ей набрать вес. Ребятеночек получает лечебное питание, это смесь. Пре, которая для недоношенных детей, маловесных, специально была сделана. И мама обучается тоже. Она уже опытная, у нее есть уже один ребенок. То есть в основном ухаживает маму, мы помогаем витаминами и другими препаратами, чтобы процесс его набора веса и развития шел своим чередом. Маме помогает и старшая дочь. Именно она выбрала ими сестренки. Чтобы Оля не была одинока в чужом городе, ей подарили плюшевого мишку. А для малышки подготовили свидетельство о рождении. На выписку маленькой Лили приехало даже руководство округа Муром. Может быть, приехали вы не совсем добровольно, но надеюсь, что это событие будет для вас радостным. И наш город вы полюбите так же, как любим мы его. У вас уже очень яркое, большое событие с нашим городом связано. Поэтому для вашей дочки наш город родной. И для вас, родителей, Муром тоже станет второй родиной. С этим согласны и родители. В Муроме глава семейства уже нашел работу. В ближайших планах семьи получить статус беженцев. Ехать в полуразрушенный Лисичанск они не готовы. А значит, в Муроме придется начинать жить с нуля. Валерия Саенко, 6 канал.